Время новостей на телеканале Северстудии Василий Хатанзельский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Погоня задним ходом. Водитель кроссовера выбрал весьма интересный способ утрать от сражи порядка. Долгожданное пополнение. В медучреждение Нинецкого округа поступило новое высокотехнологичное оборудование. Помогли всем миром. Жительницы Наринмара, получившие травму позвоночника, собрали средства на транспортировку. Об этом не только в нашем выпуске. И в начале выпуска о погоне, которая развернулась на городской дороге 28 июля. Водитель кроссовера пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. На кадрах с камеры видеонаблюдения просматривается, как патруль ДП сначала догоняет иномарку пешеходного перехода. Но при задержании нарушитель сдаёт назад и уезжает от стражей порядка. В ОМВД России по Нинецкому округу инцидент пока никак не прокомментировали. Мы продолжаем следить за ситуацией с детьми из Наринмара, которые отдыхают в санатории Бимлюк. Как стало известно, инцидент поставлен на контроль в прокуратуру Краснодарского края. Недавно в эфире телеканала «Север» был выпущен сюжет об отдыхе шестерых детей из Заполярья в Краснодарском санатории Бимлюк. В настоящее время прокуратурой округа проводится проверка соблюдений властями и учреждениями, ответственными за отправку детей на оздоровительный отдых законодательства для организации этой поездки. О неблагоприятной ситуации также проинформирована прокуратура Краснодарского края для проведения необходимых мероприятий. Если по результатам проверки найдутся нарушения, прокуратурой будут приняты соответствующие меры реагирования. Еще 11 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Заполярье за прошедшие сутки. Такую информацию сообщает региональное управление Роспотребнадзора и Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Таким образом, на лечении от коронавирусной инфекции находится 255 человек. Еще у 15 пациентов диагноз заболевания COVID-19 был подтвержден результатами исследований методом ИФА. В общей сумме в настоящее время на лечении в регионе находится 270 человек. Из них стационарное лечение получают 70 человек, амбулаторное – 200. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Прибывающие в субъект граждане должны предоставлять либо паспорт вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо документ с результатами ПЦР-тестирования. В связи с этим у населения появляются все больше вопросов. В числе самых популярных – о режиме самоизоляции по прилете. Ответы на них в ходе прямой линии озвучили руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылева. В связи с большим количеством привозных случаев ковида из-за пределов округа в регионе был введен эпид-контроль на въезде. Самый крупный поток прибывающих граждан находится в аэропорту Наринмара. Периодически в воздушной гавани случаются сбои в работе пункта приема ПЦР-тестов. Этот вопрос стал одним из самых популярных среди жителей. Мы просим отнестись с пониманием к этой ситуации, потому что сейчас реально кадровый дефицит очень жесткий. У нас все медицинские работники максимально, сколько возможно, задействованы для оказания медицинской помощи. Те специалисты, которые тесты забирают в аэропорту, они также обеспечивают забор тестов у лиц, которые находятся на самоизоляции, которые находятся на карантине, и те, которые болеют. Поэтому периодически бывает, они задерживаются, не успевают подъехать вовремя к аэропорту, чтобы забрать тест у тех, кто приезжает. Но у нас не исключается возможность жителей, которые не смогли сдать тест в аэропорту, сдать его в поликлиниках. Следующий вопрос – сдача ПЦР-тестов по прилете в Ому, Несь и Нижнюю Пешу. Сейчас такой возможности у жителей и гостей этих населенных пунктов нет. Мы разговаривали с нашими сельскими поселениями буквально два дня назад. Проговорили тот момент, что неудобно передавать Эппендорфу для забора этих тестов в населенные пункты. Люди очень много теряют времени, пока самолет прилетит, привезет эти материалы, пока они их заберут, отправят. Было принято решение, что те лица, которые проживают в сельском месте, будут сдавать экспресс-тесты. Сейчас идет процесс закупки этих тестов и направления их в населенные пункты. То есть точно так же не будут тестироваться. Если нет возможности сдать тест, то тогда самоизоляция. Но за это отметить, что у нас в населенных пунктах, особенно Нижняя Пеша и Ома, там очень высокий процент вакцинированных. То есть там практически люди проходят без режима самоизоляции. Это только касается гостей и тех, кто не смог вакцинироваться по каким-то причинам. Для тех, кто прибывает в Ненинский округ по реке, по словам Елены Левиной, организован только контроль справок. ПЦР-тестирование не проводится. Учитывая, что мы не можем четко следить, когда баржа приезжает, в первые дни, когда выезжали, тоже сегодня на Шарбе будем обсуждать, что у нас медики в холостую проставят по три часа, ожидая, когда баржа придет. Поэтому предлагается оставить там только пункт по проверке документов и выдачу уведомлений. И в случае, если уведомление будет выдано, то лица могут сдать тесты в поликлиниках города. Не обязательно уже на пункте, в месте причаливания баржи. То есть это будет намного удобнее всем. То есть мы и медиков не будем отвлекать, и время у людей задерживать на сдачу теста на улице. Много вопросов поступило в части оказания плановой медицинской помощи. Сейчас приемы узких специалистов приостановлены. Платные медицинские осмотры у нас пока остановлены. Платно оказываются услуги только лицам, которые впервые трудоустраиваются, и тем детям, которые идут в учебное заведение. То есть для них все открыто, они у нас получают свои справки. Плановая медицинская помощь пока у нас приостановлена. Пока планируем еще две недели в таком режиме прожить, потому что ждем выхода наших докторов, которых отозвали из отпуска, и те, которые плановые отпуска свои заканчивают. В поликлиниках работают неотложные кабинеты. Со всеми неотложными состояниями можно обратиться в эти кабинеты. Либо скорая медицинская помощь, если острое развитие заболеваний. Интересовались жители Ненецкого округа и числом граждан, которые прошли вакцинацию, но все равно заболели ковидом. У нас на сегодняшний день по сегодняшней статистике вакцинировано 13 535 человек. Заболевших среди них всего 119 человек. Это 0,8%. То есть вакцина работающая, тут даже спорить ни с кем не буду. Те лица, которые у нас сейчас находятся в стационаре, там есть, по-моему, 2 или 3 человека, которые прошли только первый этап вакцинации. Их вакцинировать нельзя. С законченным этапом вакцинации на сегодняшний день в стационаре пациентов нет. В завершении прямой линии Елена Левина и Светлана Брылева обратились к жителям и гостям Ненецкого округа с просьбой не забывать о мерах предосторожности. Хочется обратиться к жителям с посылом, что все-таки, как бы не складывалась ситуация, нужно соблюдать меры предосторожности, соблюдать мазочный режим, соблюдать социальную дистанцию и более терпимо относиться к нашим медицинским работникам. Потому что заболевших на сегодняшний день очень много. На амбулаторном лечении находится порядка 250 человек. И обслужить всех в один день и в час обращения – это просто невозможно. Поэтому призываю всех к терпимости и уважительному отношению к нашим медикам, которые сейчас работают в очень и очень напряженном режиме. Я хочу поддержать Елену Степану. Мы на данный момент должны понимать, что эпидемиологическая обстановка в округе – она действительно очень серьезная. И поэтому каждый на данный момент должен соблюдать те меры, о которых постоянно мы говорим, для того, чтобы улучшить нашу эпидемиологическую обстановку и сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. В медучреждениях Заполярье обновлены кабинеты узких специалистов и флюорографии. Речь идет о Неницкой окружной больнице и Центральной поликлинике Заполярного района. Медицинское оборудование закуплено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Александр Литкова расскажет подробнее. В женской консультации Неницкой окружной больницы долгожданное пополнение. На базе отделения появился новый аппарат для кардиотокографии. Согласно федеральным клиническим протоколам, исследование плода обязательно на третьем семестре беременности. Оно позволяет распознавать серьезные нарушения, среди которых различные аномалии развития сердечно-сосудистой системы плода. Нам очень приятно, что есть возможность проработать на высокотехнологичном оборудовании отечественного производства. Новое программное обеспечение позволяет производить исследования в короткие сроки. Если мы работали на старом оборудовании 2010 года выпуска, нам приходилось наблюдать пациентку в течение часа, не менее. Необходимо было иногда продолжить исследование. Здесь за 15-30 минут можно уже принять решение какое-то по заключению этого аппарата. Как ребеночек внутриутробно себя чувствует. Новый аппарат КТГ был приобретен на замену устаревшему в рамках модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального и окружного бюджетов. Вместе с ним поступили и два гинекологических кресла, оборудованных фитальными мониторами. Медицинскую технику обновили и в Центральной поликлинике Заполярного района. По этой программе идет обновление медицинского оборудования. Рассчитана она на несколько лет вперед. И постепенно будем обновлять старое, заменять старое оборудование на более новое, современное, которое удобно использовать в работе медицинского персонала и также удобно используем для пациентов. Всего в поликлинику поступило 5 единиц медтехники. Среди них флюорограф, мамограф, хирургические светильники и аппарат электрокардиографии. Аппарат гораздо лучше, чем предыдущий наш аппарат, тем, что он имеет цветной экран. Детям получается гораздо быстрее и качественнее снять пленки. Взрослым тоже очень удобно, так как время исследования гораздо меньше стало. Добавлю, программа модернизации и развития первичного звена здравоохранения является одной из ключевых в рамках федерального национального проекта здравоохранения. В этом году на оснащение оборудованием медицинских организаций Ненецкого округа предусмотрено 80 миллионов рублей. До конца года в регион поступят 22 единицы техники. Александра Литкова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». В ходе совещания по подготовке к новому учебному году президент России Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты начать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на две недели раньше со 2 августа. Более ранние сроки выплаты необходимы для того, чтобы иметь в запасе больше времени для подготовки в школу. Напомним, выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также лицам с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. Выплату получат также семьи с детьми 6-летнего возраста, даже если ребенок не идет в этом году в первый класс. По его словам, для этого потребуется внести изменения в постановление правительства, в котором указана дата начала выплаты. Министр заявил, что готов провести эту работу оперативно и начать выплату 2 августа. Прием заявлений в пенсионный фонд начался 15 июля. Подать заявление на единовременное пособие можно до 1 ноября через портал госуслуг или лично в региональном отделении пенсионного фонда. Более 3 миллионов рублей из федерального бюджета поступят в Ненецкий автономный округ на выплату вознаграждений кураторам групп в средних специальных учебных учреждениях. Педагоги начнут получать надбавку с начала нового учебного года. На выплату ежемесячных вознаграждений кураторам групп в колледжах и техникумах в 2021 году в субъекты Российской Федерации будет направлено 2 миллиарда 790 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Помочь педагогам в средних специальных учебных заведениях, которые приняли на себя обязанности по сопровождению студенческих групп, поручил президент России. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям. Размер вознаграждения за кураторство составит 5000 рублей в месяц. Педагоги начнут получать надбавку с 1 сентября этого года, в том числе в Ненецком аграрно-экономическом техникуме, на Ринмарском социально-гуманитарном колледже, Ненецком профессиональном училище. При подготовке федерального бюджета на следующие три года также будут предусмотрены необходимые средства на эти цели. Помогли всем миром. Средства на транспортировку Ирины Вокуевой, которая получила травму позвоночника, собраны. Сейчас наша землячка находится в больнице в Гаграх и уже на следующей неделе планирует вернуться домой, где будет проходить реабилитацию. Катрина Тайбарей продолжит. Вспоминая то утро, Ирина Вокуева еле сдерживает слезы. Наша землячка, учительница химии и биологии одной из городских школ, находясь в отпуске, поскользнулась на мокром полу, упала на спину и получила трансмиссионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Сейчас Ирина чувствует себя удовлетворительно. По прогнозу врачей, лечение может занять до 9 месяцев. Ближащие 30 дней жительница Наринмара проведет в лежачем положении. И нельзя сидеть, стоять и лежать на боку. После предстоит пройти вытяжку. Далее длительное время носить специальный корсет на прутьях. Ирина выражает благодарность всем, кто поддерживает ее в тяжелой жизненной ситуации морально и материально. Кто помог? Очень много помогло людей, которых я даже не знаю. Это большие деньги, которые собраны. И билет, который мне будет покуплен, он будет стоить примерно 165 тысяч, плюс минус 10 тысяч, как мне сказали. Ну и плюс еще билет сына, который прилетит сюда. То есть нужно купить носилки, покупаем лекарства. Отдельные слова благодарности Ирина Вокуева передают людям, которые сориентировали ее в данной ситуации и пришли первыми на помощь. Вот огромное спасибо хочу сказать Чурсану Александру Павловичу и позиции Ольги Юрьевны, которые первые из округа пришли мне на помощь. Помогли сориентироваться, куда пойти, куда, что спросить, как наладить мою транспортировку, как меня встретят на ремаре. К слову сказать, в Абхазии в больнице вообще не кормят. То есть если ты попадаешь один, то здесь одному прожить очень-очень сложно. И вот целый день персонал подлечил только к водичку. А потом спасибо большое хозяйке, у которой я остановилась. Она тоже работает, поэтому от меня приехать не могла. Приехала только полный ночи. Вот она принесла мне и ты. Необходимая сумма на транспортировку собрана. Материальная помощь на покупку приспособлений для реабилитации приветствуется. Номер телефона для перевода денежных средств вы видите на ваших экранах. Телеканал «Север» желает Ирине скорейшего выздоровления, силы терпения близким. Катрина Тайбарей, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует...